Большое кино маленьких режиссеров, сценаристов и актеров. Фестиваль «Все медиа детям» завершился в марте, но интересных фильмов, репортажей и видеороликов было так много, что организаторы решили на этом не останавливаться. В субботу на площадке торгового центра «Евролэнд» состоялось эхо-фестиваль. По итогам работы жюри у нас выявились победители. И ребята продолжали, те, кто очень медленно занимался монтажом, они продолжали свою работу. И сегодня здесь мы хотим презентовать завершенные медиа-работы. Это и журналистские работы, это и подобие сделать ток-шоу. А так должный «Евролэнд» нам в этом помог. Ребята снимали свое ток-шоу, только не успеть за 24 часа, а успеть за 2 часа. Им была поставлена задача, что из этого получилось, сегодня у ребят будет возможность посмотреть. Создавать из ничего кино и программы непросто. В этом участники фестиваля успели убедиться. Написание сценариев, съемки и монтаж отнимают массу времени и сил. Зато видеть итог своих трудов на большом экране – ощущения просто непередаваемые, хоть и противоречивые. Каждый человек, видя себя на экране, просто представляет это моментом жизни, который запомнится навсегда. И для меня это было очень впечатляемо. Когда я себя видела, я сидела красная. Думала, все, это провал. Я вижу себя на экране. Дети и в кадре, и за кадром, и на сцене, и за кулисами. Фестиваль – возможность для ребят выразить себя, попробовать себя в новом качестве. Каждый сможет попробовать себя в роли ведущего на хромакее. Они это все очень сильно любят. Попробуют раскрепоститься перед камерой, попробуют работать с репортерским микрофоном, либо с петличным микрофоном. На кого рассчитано мероприятие? Мероприятие рассчитано на заинтересованных в этом детей, родителей. Чтобы каждый мог почувствовать, что телевидение, оно осязаемое, и оно вот здесь, рядом, здесь и сейчас. Мастер-класс для самых маленьких – мультики. Смотреть их любят все без исключения малыши. Но немногие знают, как рисованные фильмы создают. Посетителям фестиваля рассказали и показали все тонкости мультипликации. Хочет из вот этого комарика, да? Да, есть. Вот она сейчас. Пасечка. Спасибо, она их, да? Оказалось, создание мультиков – занятие не менее интересное, чем их просмотр. По крайней мере, юные мультипликаторы остались в восторге. Нам понравилось дать мультики. Делали рыбки. Да. Это очень весело было. Конечно, говорить о том, что это станет для ребят призванием, пока рано. Азы, теле, радио и кинопроизводство дети пока постигают в игровой форме. Но не исключено, что когда-нибудь мы увидим их творения на всех экранах страны. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иванова.